Здравствуйте! В эфире телеканал ОТС «Вечерние новости» в студии Светлана Шевченко. Смотрите в этом выпуске. Новости Светлана Шевченко. В рамках реабилитационного сертификата раненые участники СВО проходят реабилитацию под присмотром близких. Мы читаем Пушкина, мы размышляем о Пушкине, мы проводим флэш-мобы. В Новосибирске отмечают день рождения великого русского поэта, где сегодня можно услышать цитаты произведений Пушкина. Производство бытовой техники, новые предприятия по выпуску напитков, планы по строительству завода, по переработке отходов электрического и электронного оборудования. Все это лишь малая часть обширной деловой программы делегации Новосибирской области в рамках Питерского международного экономического форума. С подробностями из Санкт-Петербурга мой коллега Андрей Баев. Новосибирская область традиционно представлена на Питерском экономическом международном форуме в составе павильона «Большая Сибирь». Здесь собраны все сибирские регионы, ну и, конечно, украшен павильон настоящей сибирской тайгой. Собственно, здесь же есть у каждого региона, в том числе и у нашего Новосибирской области, своя переговорка, где и будут проходить большинство встреч деловой программы. Одним из центральных событий второго дня форума стало официальное открытие стенда «Большая Сибирь». В церемонии принимают участие губернаторы всех регионов Сибирского федерального округа во главе с полномочным представителем президента Анатолием Серышевым. В экономическом развитии России роль Сибири по-прежнему одна из основных. Концентрация в Сибири уникальных природных ресурсов является опорой для развития экономики не только вашего региона, но и всей нашей Российской Федерации. В первую очередь я, конечно же, говорю о добывающих направлениях промышленности, поскольку метро Сибири – это и золото, и другие драгоценные металлы. Это медь, никель, уголь, нефть, газ и многое другое, что мы называем богатством нашей России. Что касается деловой программы делегации Новосибирской области, то она очень насыщена. Рабочие встречи и подписание соглашений практически каждые 30 минут. По словам губернатора Андрея Травникова, деньги любят тишину, но о некоторых проектах уже можно говорить. Интересная связка. Один проект посвящен сборке бытовой техники. Компания хотела бы организовать производство на территории Новосибирской области. А другой проект, только в 8 часов утра мы подписали соглашение, направлен на переработку отходов от утилизируемой, выбываемой из обращения бытовой техники или электронных приборов. Деловые контакты касаются самых разных сфер экономики. От образования до крупных логистических путей. В целом, несмотря на попытки некоторых западных стран ограничить развитие России, на форуме внушительное представительство зарубежных делегаций. Огромное количество делегаций из регионов, из стран, зарубежья. И что показывает, конечно, открытость нашей страны и ее экономический потенциал. Кроме деловых контактов с инвесторами и предприятиями, предусмотрен ряд соглашений между регионами. Одним из таких стал документ о сотрудничестве в торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и иных сферах между правительством Иркутской области и правительством Новосибирской области. Андрей Баев, Дмитрий Злобин, Санкт-Петербург, Новости ОТС. Новосибирская область Остается, а поддержка супруги очень важна. Да и ей так спокойнее. Вместе посещают назначенные процедуры, гуляют по территории центра, общаются с психологом. Он со мной чувствует себя хорошо, легко, то есть ему так удобнее, комфортнее. Поэтому я приехала. А вам самой морально не тяжело? Ну, конечно, тяжело, потому что дети дома оставили детей, с бабушкой как бы тяжело. Ну, держимся, стараемся друг друга поддерживать. Реабилитация у Юрия проходит успешно. Заново учится управлять руками и ногами, выполняет упражнения по развитию мелкой моторики, восстанавливает координацию на специальных тренажерах. Лечить мотивированных пациентов намного легче, объясняют врачи. Мы как бы с ними на одной волне. То есть наша задача – получить результат. Мы ему объясняем, какое лечение будет, с чего мы начнем, что у нас двигательная реабилитация. Кто-то же вообще считает, что не мотивированный. Конечно, если человек мотивирован, он хочет, у него есть цели, желания, конечно, с ним проще. Оздоровительный курс после ранения на СВО вместе с членами семьи – уникальное направление губернаторского проекта «Реабилитационный сертификат». Об этом просили сами бойцы. Если бойцы имеют степень ограничения вторую и третью, ну, это достаточно высокая степень ограничения, и им требуется постоянный посторонний уход, то такие бойцы по желанию могут проходить реабилитацию в сопровождении. Мы специально сняли ограничения, вернее, его не устанавливали, чтобы это были близкие родственники. Тот человек, с которому бойцу комфортно, которому он доверяет, он может его с собой пригласить. Да, этому человеку в рамках проекта не оказываются услуги реабилитации, но мы оплачиваем как раз проживание здесь совместно с этим бойцом. В регионе шесть оздоровительных учреждений, где проходят социально-медицинскую реабилитацию, раненые участники СВО. С начала действия губернаторского проекта в центре Ортас восстановились 35 бойцов. Татьяна Кияева, Данил Колпаков, Новости ОТС. Маскировочные сети и костюмы по особой технологии. В Новосибирской области волонтеры движения «За ребят» создают спецсредства для участников СВО, разработанные вместе с бойцами. Сейчас готовят к отгрузке новую партию гуманитарной помощи. Александр Шарудила побывал на пункте сбора. Основа для создания маскировочной сети 6 на 3 метра закреплена на деревянном каркасе. Добровольцы тщательно привязывают каждую ленточку. Знают, от качества работы зависят жизни людей. Технология простая, но эффективная. Разрабатывали ее вместе с участниками СВО. Под таким укрытием у бойца сохраняется хороший обзор. Все зависит от местности, в которой они находятся. Мы подбираем расцветку. Для техники, для разведчиков, для воинов. Не только для наших новосибирских ребят, для всех россиян. Ребята занимаются там, мы занимаемся здесь. Все идем к одному, к победе. Движение за ребят появилось в октябре 2022-го. А сейчас работают 43 пункта плетения по всему региону. Около тысячи волонтеров. Формируют сухие пайки, каши, супы, овощи, фрукты, батончики. Зимой делали окопные свечи. Работает швейное производство. Создают подушки для госпиталей. 18 видов маскировочных изделий в зависимости от сезона. И в зависимости от задачи, они есть брюками, есть накидка на чехолный рюкзак, либо просто куртка, штурмовики, снайперы, то есть кому нужно. Соответственно, по этой задачи мы делаем тот или иной вид. Упаковываем индивидуальные мешки, подписываем какой-то вид костюма, из какого материала, какая комплектация и отправляем по подразделению. Работают по заявкам от военнослужащих, оказывают адресную помощь. Сейчас волонтеры движения помогают 50 подразделениям. Самая крупная, 41-я армия. Не забывают и сибиряков, которые попали в части, сформированные на территории других регионов. Вот для того, чтобы не оставить их без внимания, поскольку, может быть, там их 5-10 человек в части, мы работаем адресно. То есть поступающая заявка передается либо вот в такие крупные общественные движения, как «За ребят», либо в общественные движения, находящиеся на территории муниципальных районов и городских округов на территории области. Доставку до складов на новых территориях производят при поддержке губернатора и правительства региона. Сейчас формируют новую партию груза. Отправят уже на следующей неделе. Александр Шерудила, Алексей Баженов. Новости ОТС. Пшеница, ячмень, овес завершают работы в полях аграрии хозяйства Завьяловская Тогучинского района. Несмотря на сложности, из-за погодных условий сельхозпроизводители наверстали упущенные сроки. Как им это удалось, смотрите в нашем сюжете. У механизатора Ивана Ивановича за плечами десятки посевных компаний. Еще ребенком забрался к отцу в трактор. Работать на износ привык. Сибирская природа часто подкидывает сюрпризы. При этом сроки соблюдать необходимо строго. В этом году дождливая погода не дала сработать по плану. Теперь, каким будет урожай, зависит от людей и техники. Маленько не вовремя, земля была сырая. Сейчас выкладываемся на все сто. Без остановок стараемся работать. Заправился и поехал, заправился и поехал. В полях три посевных комплекса. Работают в две смены. Современное спутниковое оборудование позволяет сеять даже в полной темноте. На счету не дни, а часы и минуты. Поэтому и обеды в поле. 15 минут больше. На первое, второе у нас будет каша гречневая с мясом, чай. Клинхозяйство 12 тысяч гектаров. Уже в земле пшеница, досевают ячмень и овес. Затем переход к работе с кормовыми и пропашными культурами. В этом году пробуют вырастить соргу. Совершенно новую для хозяйства культуру. Время заставляет экспериментировать. Зерновой клин мы, собственно говоря, в этом, и не только в этом году переиграли. Теперь у нас, если раньше была одна пшеничная, то теперь маржинальные культуры, как по-новому это сейчас принято говорить. Это рапс. Увеличили площадь посева гороха. Вот поэтому это, так скажем, те направления, которые позволяют нам, значит, получить и заработать что-то. Без хорошей техники с вызовами времени не справиться. В хозяйстве машинный парк обновляют регулярно. Тем более часть затрат берет на себя государство. Продолжаем еще обновляться. Но за это мы получаем компенсацию от государства, когда сдаем расчеты. Нам, естественно, часть денег за купленную технику возвращается. Это плюс льготные кредиты. Ведь горючку мы продолжаем брать, значит, хоть и не всю, в полном объеме, а частично, и весной, и осень. Покупаем традиционно миллионов на 20, берем кредит, значит, по льготной ставке, которая выделяется именно на приобретение горюче-смазочных материалов. Это тоже под спорь. Для окончания посевной нужны несколько погожих дней. Скучать потом не придется. Впереди обработка полей от вредителей. Дмитрий Белькиш, Татьяна Втюхова, Андрей Новоселов, Сергей Филонов. Новости ОТС. Новости на телеканале ОТС. Далее в программе. Мы развиваем проект в области ДНК-тестирования, подбора персонального рационного питания, физических нагрузок. Быть многодетным – это самая счастливая, самая богатая мама, потому что богатство – это мои дети. Большего богатства у меня в этой жизни, то, чтобы была моя мама рядом, и мои дети – это самое дорогое. Устройство в форме кастета весит 400 грамм. Удобно и легко держать в руке. На расстоянии 4 метров видят препятствия и сразу сообщают о них человеку. Такой прибор можно использовать без зарядки в 3 дня. Выявлять и своевременно лечить болезни помогут генетические тесты, разработанные новосибирскими учеными по национальному проекту. Уникальность анализа в том, что сдают его один раз, а результаты актуальны всю жизнь. Подробнее о применении современных технологий в молекулярно-генетической диагностике расскажет Татьяна Кияева. Пациент, который желает пройти генетический тест, должен оставить заявку в личном кабинете и передать курьеру букальные эпителии, собранные ватной палочкой с внутренней поверхности щеки. Затем геном отправляют в клинико-диагностическую лабораторию. Для того, чтобы провести какой-то анализ, нам нужны образцы ДНК. Им нужны специальные реакционные смеси. Хранятся они в морозильнике, для того, чтобы они теряли свою функциональную способность. Из генетического материала выделяют ДНК. Дальше специалисты анализируют полученные данные. С помощью созданных резидентами Академпарка и Сколково панелей можно выявить предрасположенность к возникновению сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, гипертонии, болезни Альцгеймера, определить причины ожирения и частых ОРВИ. Врачи анализируют все эти результаты. И мы их выгружаем в генератор, после чего автоматически генерируется отчет. Мы выделяем из одного зонда 600 мкл ДНК. Ну, 100 генов, наверное, из одного зонда выделить можно. У нас стандартные сроки. Не стандартные, которые мы изъявляем, это 30 дней. Но в целом средние сроки выдачи теста в лаборатории примерно 14 дней. Точность результатов 99%. Анализируя данные ДНК-тестов, ученые-генетики помогают пациенту детально изучить особенности своего организма. Мы развиваем проект в области ДНК-тестирования, подбора персонального рационного питания, физических нагрузок, косметических средств. Все эти истории, которые помогают человеку лучше знать, понимать свой организм и по максимуму использовать его возможности. Делать свою жизнь активной, сохраняя свою молодость, красоту, здоровье. Мне кажется, это отличная инвестиция в себя. Правительство Новосибирской области поддерживает инновационные проекты в области генетики и современной медицины. Помогает закупать высокотехничное оборудование, предоставляет субсидии. Еще совсем недавно, когда мы говорили «тест ДНК», мы в первую очередь говорили, ну, помогает определить отсутствие или что-то из области криминологии. Сегодня практически две трети населения страны понимают о том, что твой генетический паспорт – это те возможности, заботы о своем здоровье, его сохранение, улучшение качества жизни. И владея этим инструментом, ты точно можешь самостоятельно изменить ситуацию. В отличие от аналогов, тесты, разработанные сибирскими учеными, позволяют анализировать больше генетических маркеров за счет сочетания нескольких методов исследования. Татьяна Кияева, Даниил Колпаков, Новости ОТС. Настоящие карманы-навигатор для слепых и слабовидящих создали в Новосибирском НГТУ. Прибор определяет опасность на расстоянии 4 метров и сообщает об этом человеку. Работает даже в туннеле. Девайс уже тестируют люди с нарушениями зрения. Как работает техника, узнала Алена Кузина. Датчик определяет препятствия нависающие. Два датчика, они под углом расположены, это фронтальные датчики. Они позволяют определить препятствия перед вами. И один датчик смотрит четко вниз, для того, чтобы вы могли видеть ямы, лестницы и так далее. После небольшой инструкции Светлана Лопацкая, инвалид по зрению, пробует виброгид в деле. Пока передвигаться в помещениях и на улице, ей помогает трость и собака-поводырь Азалия. Новое устройство, по словам девушки, не сможет полностью их заменить, но станет дополнительным помощником. Прибор сообщает голосом и вибрацией о преграде за долю секунды. Когда я его пробовала, меня поначалу немножко отвлекало. Мне было интересно, на что он среагировал. И мне очень хотелось вот так вот повернуть и посмотреть, что это он там определил. На колонну срабатывало, на цветочки срабатывало, на стену срабатывало. И я понимала, что ага, можно ускориться, можно побыстрее пойти. Программно-аппаратный комплекс разработала команда студентов и преподавателей НГТУ за полгода. Звуковые и пролетные датчики точно распознают предметы. Всю информацию обрабатывает микроконтроллер. Так называемый слабый искусственный интеллектор реализован на микропроцессоре. То есть это достаточно жесткая логика. То есть мы прописываем все типовые ситуации, с которыми возможно встретиться инвалид по зрению. Мы постоянно ведем и дорабатываем функционал этого устройства. Допустим, у нас инвалид по зрению походил, сказал, что ему было тяжело передвигаться на парковке. Искать узкие проемы между машинами. А это, в принципе, такая очень нетиповая ситуация. То есть мы реализовали эту ситуацию, и теперь он позволяет определять проходы между машинами. То есть вот эта вот доработка, она многоитерационная и очень полезна. Устройство работает в автономном режиме. Даже если человек будет находиться в туннеле без связи, то виброгид все равно предупредит об опасностях. Девайс можно использовать в любых погодных условиях. Ни снег, ни дождь ему не страшны. Для удобства все элементы управления подписаны шрифтом Брайля. Работали и над формой. Сначала хотели сделать в виде броши, потом как браслет. В итоге нашли оптимальный вариант. Устройство в форме кастета весит 400 грамм. Удобно и легко держать в руке. На расстоянии 4 метров видят препятствия и сразу сообщают о них человеку. Такой прибор можно использовать без зарядки 3 дня. Сейчас устройство активно тестируют люди с нарушениями зрения. Следующий шаг разработчиков – включить устройство в список технических средств для реабилитации. И массовое производство виброгидов. Алена Кузина, Александр Ведерников, Новости ОТС. Сибирский кадетский корпус попал в федеральную программу капремонта школ. В апреле началась активная работа по демонтажу второго корпуса. Как продвигается строительство и когда срок сдачи, расскажет Юлия Алиханова. Здание кадетского корпуса 62-го года постройки. Ранее на этом этаже были складские помещения. После капремонта здесь разместится медицинский блок. Требования строгие, ориентировались на нормы СанПИНА. Работы начались в рамках партийного проекта реконструкции образования. То есть у нас действительно здесь присутствует кадетский корпус. Один-единственный в городе Новосибирске, да и в области. Весь ремонт стал ветхий, да и поэтому было принято вот такое вот решение. На данный период времени, как сказал подрядчик, у нас все идет по плану. Одновременно с медицинским блоком работы начались и в библиотеке. В рамках капитального ремонта удалось расширить помещение. Сейчас строители завершают демонтаж. Со следующей недели приступят к отделке. Библиотеку обустроят по самым современным требованиям. Там будет библиотека, будет информационно-библиотечный центр, скажем так. Будет зал, где дети могут уже с помощью цифровой различной технологии, как бы так уже получить информацию, могут и готовиться к занятиям, делать проекты, проводиться различные конференции, связи. То есть поэтому там станет больше помещений, больше возможностей. Сегодня готовность объекта составляет 16%. Контролирует строительство партийный десант «Единой России». Сдать планируют в августе 2025-го. Важно, что учебный процесс при этом не будет приостановлен. Во время шумных работ классы переводят в другие корпуса. В прошлом году закончила 11 лет, отучившись дочь здесь. В этом году уже закончил первый класс сын. То есть уже в третьем поколении мы здесь живем в этих стенах. То есть и смотря на эти преобразования, которые сейчас начали происходить, мы как родители, как выпускники только могли мечтать об этом, что наконец-то кадетским корпусом начали заниматься. Стройка не мешает, в принципе. То есть приезжая, забирая, никаких изменений, никаких неудобств мы не испытываем. На капремонте второго корпуса работы не закончатся. В будущем планируют привести в порядок все учебные и жилые блоки. Всего же до конца следующего года в рамках федеральной программы в регионе отремонтируют 36 школ. Юлия Алиханова, Родион Токарев, Новости ОТС. Большая семья – это гордость. Обсудили меры государственной поддержки и наградили выдающихся. В Новосибирске прошла конференция региональной общественной палаты, посвященная демографии. Екатерина Новгородцева знает подробности. Камила Медова – одна из пяти детей в семье. Занимается стрельбой, дизайном, любит рисовать. Сегодня получает важный документ – первый в жизни паспорт. Говорит, момент волнительный и ответственный. Следом за дочерью в центре внимания и мама. В копилке Татьяны Медовой есть медаль за материнскую доблесть. Сегодня высокой оценке удостоилась за укрепление семейных ценностей. Быть многодетной – это самая счастливая, самая богатая мама. Потому что богатство – это мои дети. Большего богатства у меня в этой жизни – то, чтобы была моя мама рядом и мои дети. Это самое дорогое. Сегодня в правительстве региона отмечают ребят из многодетных семей, достигших успехов в спорте, науке и творческой деятельности. В Новосибирске области в 280 тысячах семей воспитывают более полумиллиона детей. Вопросы демографии и поддержки многодетных обсудили на первой конференции Общественной палаты региона. Сегодня хорошо, что государство активно стало поддерживать. Есть государственные меры поддержки, но очень важна и моральная поддержка. Очень важна поддержка соседей, коллег на работе. Сегодня очень нужно формировать престиж многодетной семьи. И хорошо, когда маленькие детки уже это видят. Хорошо, когда студенческая молодежь. С нами мы много проводим мероприятий. В Новосибирской области действует 21 мера господдержки для многодетных. Среди них материальная помощь при поступлении ребенка в первый класс, выплаты на ремонт, строительство и приобретение жилья и многое другое. Систему поддержки высоко оценили и федеральные эксперты. Самое главное, что здесь оказывается помощь многодетным семьям без учета уровня их дохода. Что иногда выходишь на 100 рублей, и все, ты лишаешься этих льгот. Задача, что вы будьте семьи богатые и многодетные. Мы будем вам помогать вне зависимости, сколько вы зарабатываете. И это очень важно. И это, так сказать, одно из самых главных значимых принципов помощи многодетным семьям в Новосибирской области. 2024 объявлен в России годом семьи. В нашем регионе этому посвящено множество мероприятий. А Общественная палата Новосибирской области даже учредила в честь этого специальную номинацию в ежегодной премии «Во благо». Екатерина Новгородцева, Тарас Тарасов, Новость ОТС. Новосибирцы прочли Евгения Онегина в 225-й день рождения Александра Пушкина. Сегодня по всей стране отмечают юбилей выдающегося поэта. С 2012 года этот день официально называется «Пушкинским». Этот год посвящен Пушкину. От органов исполнительной власти федерального уровня до, конечно, наших детей, наших учителей. Мы читаем Пушкина, мы размышляем о Пушкине, мы проводим флэш-мобы, мы уделяем этому особое внимание, если разговор об урочной деятельности, масса воспитательных мероприятий, примером которой может являться и сегодняшнее мероприятие, потому что, наверное, ответы на все вопросы, которые может задавать русский человек о том, кто ты, во что веришь, чьи традиции наследуешь, с кем и с чем себя идентифицируешь, частью всего являешься, вот на все на эти вопросы есть ответы в творчестве Александра Сергеевича Пушкина. Мероприятия, посвященные русскому языку и творчеству Александра Сергеевича, прошли по всему региону. Уже традиционно новосибирцы могли прочесть стихи поэта в метро и получить за свои знания бесплатную поездку. Вспомнить знаковые с детства строки решились около 4000 пассажиров метрополитена. Вечерняя акция чтения вслух Евгения Онегина только завершилась. Роман в нашем регионе звучит в центре Новосибирска каждые пять лет в юбилейной даты. Поэтический марафон проводят в рамках образовательного проекта «Парки Пушкина», который в нашей области уже более 10 лет реализует фонд «Родное слово» при поддержке правительства региона. Сегодня на территории города Новосибирска 167 площадок, где идут мероприятия, связанные с именем «Солнце русской поэзии». На территории Новосибирской области более 500, причем мы не называем еще то, что происходит при школах, при детских лагерях дневного пребывания людей. Каникулы стартовали в компании «Спящие красавицы». Спектакль по мотивам легендарной сказки увидели ученики начальных классов всех 18 школ 18 округа Новосибирского района. Ребята посетили театр «Кукол». Эмоциями поделились с Натальей Цопиной. К театру «Кукол» один за другим подъезжают автобусы. Культурная программа для учеников начальных классов всех 18 школ Новосибирского района. Мы приехали на автобусе. На автобусе? Откуда приехали? В 19-й школе. А где эта школа находится? В Абби. Театр «Кукольный». Мне он нравится, потому что там куклы есть. Мне нравится. У меня с мамой даже есть коллекция «Очень большая дома кукол». До спектакля развлекательная программа. 20 минут интересных заданий и веселья. Такая масштабная поездка в Новосибирск стала возможной благодаря депутату законодательного собрания Анатолию Юданову. Несколько раз в год народный избранник организовывает посещение театра «Кукол» и для юного поколения, и для взрослых жителей 18 округа. Мы здесь собираемся с завидной регулярностью. Говоря огромное спасибо Юрию Александровичу Горлатову, руководителю этого прекрасного детского театра. Собираемся здесь практически на большинство праздников. И учитывая, что получаем от педагогов, ребятишек огромное количество очень позитивных отзывов, конечно же, эта практика будет продолжаться. Зал рассчитан на 200 зрителей. Сегодня аншлаг. Директор театра «Кукол» Юрий Горлатов проверяет, насколько ребята заряжены эмоционально. Ждали каникулы? Прям сильно ждали? Спектакль «Спящая красавица» открывает двери в волшебную страну. Там живут добрые феи, веселый шут и прекрасный принц. Царят любовь, дружба и доброта. Давным-давно в одном королевстве жил был король со своей королемой. Сказка начинается. Впереди долгие каникулы и счастливое лето. Наталья Цопина, Сергей Жданов, Новости ОТС. Смотрите наши программы на ОТС-ТВ. Еще больше новостей на гурсайте. Все о важных событиях региона на телеканале ОТС. Мы работаем для вас. До встречи в эфире. Дом-небоскреб «Гранда» от Вира. Бизнес-класс по цене комфорта. Подробности по телефону 230-3495. До свидания.